В Агинском на центральной улице расположена местная достопримечательность – Свято-Никольский храм. Церковь имеет сложную и многогранную историю. Прихожане приезжают сюда из разных населенных пунктов – Могоэтуэ, Дульдурги, Нижнего Цесучея, Новоорловска. У Свято-Никольского храма рачительный настоятель. Но, вероятно, строители святилища в процессе его восстановления в начале 2000-х не задумывались о будущем. Храм находится в не очень хорошем техническом состоянии. Трещины по стенам, что вот прекрасно видно и здесь, и там дальше мы пройдем. Я приехал сюда в 10-м году, в августе 10-го года. Процесс этот разрушения уже потихонечку шел, шел и шел. Своими силами мы отремонтировать не можем. Ну, хотя бы по той причине, что у нас в основном контингент прихожан – это женщины. И, так скажем, пенсионного возраста. Как говорят о генчане, храм посыпался. Уже сейчас невооруженным глазом видны последствия разрушения. От осадков течет крыша, облетает штукатурка. Снаружи – обломки кирпичей, ими засыпанные колокольня. Обваливается облицовка стен. Неужели мы уже как-то равнодушно наблюдать за тем, как вот приходит разрушение храма? Конечно, сокрушаются, но мы только можем, что мы делали? Какие-то косметические работы внутри храма. То есть мы что-то там белили. Отцу Валерию – настоятелю церкви седьмой десяток лет. С побелкой ему помогали мужчины, жившие в храме ранее и уже ставшие священнослужителями. Строительные леса, которые они смогли найти, даже не дотянулись до сводов. Если мы обращались к администрации и прежде, мы с другой стороны знаем, что администрация не имеет в существу возможностей для этого. У них не предусмотрена подобная статья расходов на содержание культовых и религиозных помещений, зданий. Поэтому единственное, чем они нам помогают – это вывоз мусора, уборка травы. Чтобы не было пожароопасной ситуации. Даже на пожарную сигнализацию деньги отчасти собирали сами. Хотя суммы для прихода, который состоит всего из 20 с небольшим человек, внушительные. Единственный выход – объявить сбор пожертвований на ремонт храма по всему краю. В середине апреля инициативные граждане Агинского создали попечительский совет. Сейчас они занимаются вопросом открытия счета. В планах официально объявить о сборе средств. Как мы все знаем, я был председателем попечительского совета по сбору средств Агинского Датсана. Я продолжаю это благородное дело. И вот по обращению православных людей, по обращению нашей администрации, я вот, конечно, сразу согласился быть председателем попечительского совета. И надеюсь, будем надеяться, что наше благое дело, так же, как Агинский Датсан, отремонтировать наш свето-никольский храм, который находится в поселке Агинское. Буддист Тимур Тучинов также пояснил, что для открытия счета не хватает лишь оригинала одного документа об образовании в 1991 году Агинской православной общины. Это станет подтверждением того, что нынешнее религиозное объединение является той же самой организацией. На сегодняшний день сделан запрос в Иркутскую епархию. Возможно, там помогут в поиске документа. А пока инициативные граждане Агинского собрали группу из 25 человек, которые поддерживают идею сбора средств на ремонт святыни. Сколько требуется денег – пока вопрос. Необходимо для начала провести техобследование здания, составить смету. На это чета граждан-проект выставил свой ценник – не менее 170 тысяч рублей, которых у храма нет.